МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей. В студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Сегодня в Омске Виталий Мутко. Что в планах рабочей поездки зампреда правительства России? В городе может появиться скоростной легкорельсовый транспорт. Александр Бурков заинтересовался проектом уральских машиностроителей. Калинка Малинка в исполнении корейских музыкантов. Чем удивила Мечей международный фестиваль классической музыки «Диалог Классика». Медаль необычной формы с именем и результатом победителя. Организаторы рассказали, какой будет награда сибирского международного марафона в этом году. Сегодня в Омске с официальным визитом заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. В первый день федеральный чиновник совместно с главой региона Александром Бурковым планирует посетить ряд крупных инфраструктурных объектов. Во второй день в региональном правительстве проведут совещание, на котором обсудят возможные меры по завершению строительства омских долгостроев. Предположительно, речь пойдет о гидроузле, метро, аэропорте Федоровка. Ну а после уже в законодательном собрании обсудят развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сибирском федеральном округе. Подробности визита Виталия Мутко в Омск в следующих выпусках новостей. Следите за эфирами. Омское метро также стало одним из основных объектов, который глава региона Александр Бурков обсудил с представителями корпорации «Уралвагонзавода», генеральным директором «Уралтрансмаша» Владимиром Городиловым и генеральным директором «Омсктрансмаша» Игорем Лоповым. Встреча состоялась в региональном правительстве. Так по линиям могут пустить скоростные трамваи. Теоретически это возможно. Учитывая опыт уральских машиностроителей в проектах легкого рельсового транспорта, Бурков заинтересовался в подключении мечей к этому проекту и разработке варианта, который можно будет использовать инфраструктуру недостроенного метрополитена для пуска подземно-наземных трамвайных линий. Нам в любом случае нужно понимать перспективу метро, тех объектов инфраструктурных, которые уже закончены сегодня. Второе. То, что мы будем поддерживать и развивать электрические транспорты, это тоже хорошо, потому что это вопрос экологии. В первую очередь, потому что машины сегодня загазованность дает большую степень загрязнения, очень небольшую. И в свете этого будем прорабатывать вопрос по Уралтрансмарше, по взаимодействию. И самое главное, связки бы, нам еще раз говорю, с подземной части. И если мы вместе проработаем эту техническую сторону, то мы перспективу готовы. Сейчас в Омске больше 90% трамваев требуют замены. Не исключено, что в ближайшее время на маршрут выйдут новые электромашины с Урала. Это низкопольные модели, максимальной вместимостью 190 человек. Срок службы одного вагона до 20 лет. А минимальный ресурс до первого капитального ремонта полмиллиона километров. В советском районном суде обещают вынести приговор по одному из самых резонансных омских процессов. На скамье подсудимых врачи роддома номер 2 и 1-й городской больницы. Слушание продолжили сегодня, так как накануне не хватило 8 часов, чтобы озвучить решение. Вообще же, поставить точку в скандальном деле о гибели двух роженец суд не может уже 4 года. Потребовалось несколько экспертиз. Исследования проводились в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, чтобы установить круг виновных и доказать их причастность к смерти омечек. В 2014-м с разницей в несколько дней во втором роддоме две женщины родили двух здоровых малышей, а после скончались из-за возникших осложнений. По версии следствия, вина за это лежит на медиках, которые допустили ошибки в лечении и провели необходимые операции с задержкой, что и привело к трагедиям. Подсудимые свою вину не признают. Мы следим за процессом. В зале работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках новостей. Александр Бурков запустил процессы долгосрочного планирования в районах. На заседании специальной комиссии, председателем которой является глава региона, заслушали доклады трех муниципалитетов Большереченского, Колоссовского и Кормиловского. Доклад — это не просто документ, а результат тщательной работы на местах. В него включены приоритетные направления, по которым районы будут жить в ближайшие пять лет, и которые дадут возможность получить федеральное финансирование, когда попадут в национальные проекты. По мнению Буркова, нельзя мерить один план развития на всех у всех свои особенности и возможности. Именно поэтому при формировании программы социально-экономического развития области опираться нужно в основном на мнение людей. В первую очередь, согласительные комиссии муниципальных районов сегодня встряхнули правительство, чиновников нашего областного правительства, это министров. Некоторые даже не бывали много лет в том или ином районе, не представляя, что там происходит на земле. Вот это важно. Сейчас они посмотрели в глаза главам, да, услышали те проблемы, которые есть, и то видение, которое предложат. Чего я хотел добиться, чтобы главы и члены правительства, они мыслили стратегически на перспективу. Потому что жизнь через 5 лет, через 10, она не остановится. Но мы должны понимать, что ждет тот или иной район, что ждет Омскую область как в социальной сфере, так в вопросах экономики, так в вопросах образования, здравоохранения. Я работаю главой 9-й год, и вот два раза у меня была спина мокрая, сегодня третий раз. Что касается документа, сейчас данные рекомендации, в течение недели мы доработаем, как Александр Леонидович поручение дал, с учетом сегодняшних замечаний. Сегодня обратили внимание, что мы мало уделили экологии, включим обязательно. Где-то подошли, но где-то не хватает нашей собственной компетенции. Это видение большого, высокого. Сегодня подсказали, я думаю, что все это будет откорректировано, сделано. Ну и мы будем упираться, мы будем делать, мы сдаваться не собираемся. О создании стратегического совета при губернаторе Александр Бурков объявил еще в июне на форуме «Моя малая родина». Впервые в истории области в совещательный орган вошли чины разного уровня, от представителей небольших поселковых советов до министров. До 1 сентября совет отфильтрует программы развития всех 32 районов, усовершенствует и направит в правительство России для участия в 12 национальных проектах, которые презентуют в октябре. Вместо обычных стен произведений искусства в преддверии Дня города Омск украсили 4 масштабных граффити. Они появились благодаря фестивалю уличного искусства. Стенография третий раз проходит в нашем городе при поддержке правительства области и компании «Газпромнефть». Всего за три дня работы фестиваля было создано 5 арт-объектов. Четыре нарисовали художники из разных городов и одну – сами жители. Стенография известна по всей стране, но Омск организаторы считают особенным городом. Почему, выясняла Анна Кокорина. Огромный зеленый наутилус окутал щупальцами досуговый центр «Современник». Эта работа художника Георгия Куринова стала самым большим стрит-артом в Омске. Его площадь – 600 квадратных метров. Кроме этого, граффити в городе появились еще три ярких, красочных картины на улице Ленина, Карла Маркса и Проспекте Мира. Все они выполнены художниками из других городов – из Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Уфы. Фестиваль «Стенография» набирает популярность по всей стране. Но, по словам организаторов, Омск – особенный город по своей атмосфере и по переменам, которые здесь происходят. Это очень важный город для нашего партнера, родные города. Это важный город и для нас. Мы очень хотим, чтобы амичи полюбили свой город. Его есть за что любить, и он каждым годом все лучше. То, что мы вчера и какое обнаружили в Омске, он стал интереснее за год всего лишь. Скажем, в Екатеринбурге такой динамики переменной уже нет. Да, у вас очень хорошо. Главной площадкой фестиваля стал Камергерский переулок. Здесь для горожан организовали мастер-классы, лекции и выступления музыкантов. А самыми яркими событиями вечера стали граффити-баттл и совместное граффити художников и амичей. Даже сами гости не ожидали, что атмосфера здесь окажется такой непринужденной. Как объясняют организаторы, стенография посвящена темам создания комфортной городской среды. За три года фестиваль подарил Омску 13 уличных картин, в том числе и этого богатыряна Чеканова-Леханова. Художники говорят, когда работа только начинается, а мячи настороженно относятся к людям с баллончиками, принимают за вандалов. Зато потом, видя результат, благодарят за подаренную красоту. Когда ты уже в процессе, ты можешь показать человеку картинку, смотрите, будет красиво, ты уже что-то набросал. В конце, ближе к концу, люди же начинают подходить, благодарить. Бывали случаи, когда приносили шоколадки, кто-то пытался давать деньги. Когда что-то яркое появляется, это всегда интересно. Это даже заметно по жителям, которые ходят, смотрят, тычут пальцем, фотографируются, выкладывают все это в сеть. И это все очень здорово, потому что в Омске вообще не так много таких информационных поводов. В следующем году стенография отметит 10-летний юбилей и планов у организаторов «Громадье». В том числе и обязательно снова приехать в Омск, чтобы украсить город творениями талантливых художников и улыбками прохожих. Анна Кокорна, Анна Черных и Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. «Ари Ран» – самая известная и популярная корейская народная песня, которую ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества. Фантазией на ее тему в Омске завершили финальный галоконцерт международного фестиваля «Диалог-классика». В его рамках в Омске прошли 13 концертов, на которых выступали музыканты из Республики Корея. Они исполнили для мечей шедевры классической музыки – органной, скрипичной, фортепианной. Концерты проходили при полных залах. А Калинку-малинку, исполненную гостями в благодарность за теплый прием, а мечи встретили громом аплодисментов. Фестиваль «Диалог-классика» в Омске впервые провели в 2016 году, приурочив его к 300-летнему юбилею города. На этот раз программа была более насыщенной и разнообразной. И, судя по восторженным откликам принимающей и выступающей стороны, диалог двух культур состоялся. Зрительный зал Омского «Тюза» сменит краски. Сейчас в театре идет масштабный ремонт. В зале площадью 485 квадратных метров рабочие перестилают полы. Их обошьют фанеры, сверху положат ковролин. В планах выровнять центральный проход, чтобы удобно было проезжать инвалидам-колясочникам. Театр участник программы «Доступная городская среда». Обновят и потолок, его зашпаклюют и покрасят. Изюминкой всех проведенных работ станет цветовая гамма. Зрительный зал будет выдержан в синих тонах. До этого его стены были серо-зелеными, а кресла и занавес красными. «Пятьдесят лет глобального ремонта в «Тюзе» не было. А сейчас нам выделили деньги. Мы прямо рады этому. Деньги, значит, выделили нам областное правительство наше, за что им огромное спасибо. Шесть миллионов рублей на ремонт зрительного зала. Туда входят ремонтные работы, кресла. Плюс нам выделили еще миллион триста на противопожарные меры. В зрительном зале установят 504 новых кресла, соответственно, синего цвета. Кто их будет делать, пока неизвестно. Фирму определят в результате аукциона. Его итоги подведут 10 августа. Новый сезон «Тюз» откроет 8 сентября спектаклем на малой сцене. А большой зал будет готов, скорее всего, к концу месяца. Стало известно, как будет выглядеть медаль 29-го Сибирского международного марафона. Награда изготовлена в виде пятиугольника в темно-серых металлических тонах. На лицевой части рядом с фирменным знаком марафона, тремя алыми буквами «Сим», а мечи увидят достопримечательности Омска. Успенский собор, Тарские ворота, музыкальный театр и скульптура марафонца. А на оборотной стороне, кроме логотипов, разместят специальную плашку, чтобы победитель мог написать свое имя и результат. Нанести их поможет гравер. 4 августа он будет работать в библиотеке имени Пушкина. Через минуту подробный прогноз погоды на завтра. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. Профнастил. Окна ПВХ. 999-222. Первый ювелирный дисконт. Росювелирторг. Центр ювелирных распродаж. Кирова 47А. Ходила раньше Мария. Из Красного Яра за тысячу верст. За ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сок фрута няня 500 мл. Всего 37,80. Вот это цены. Сэкономила Мария. И новый смартфон себе купила. В минувшие выходные состоялось долгожданное открытие второго магазина белорусских продуктов. Теперь жители нефтяников имеют возможность покупать качественную и натуральную продукцию в фирменном магазине. Подробности в нашем сюжете. В день открытия магазина белорусских продуктов яблоку негде упасть. Товары из Белоруссии пока еще редко встречаются на сибирских прилавках. Но покупатели их вкус знают и ценят. Магазин белорусские продукты открылся на Мира-21. И он уже становится популярным среди тех, кто предпочитает качественную и натуральную еду. Товары из союзного государства поставляются государственными и частными предприятиями, которые до сих пор работают по ГОСТам, принятым еще в советские времена. А в Белоруссии строго относятся к качеству своей продукции. В нашем магазине представлена вся продукция, производство только Белоруссии. Все настоящее, все доставляется до наших магазинов всего за 4 дня. Однозначно, аншлаг сегодня и вообще каждый день в магазинах показывает о том, что продукция Белоруссии нравится мечам и каждый приходит, становится нашим постоянным покупателем. В Омске это уже второй магазин и к декабрю планируется открытие еще 8 магазинов фирменной сети. Магазины белорусских продуктов расположены по адресам Майковского, 15 и на проспекте Мира, 21. Леана Шанина, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И о погоде сегодня. 31 июля в Омске области переменная облачность. Температура воздуха в районах днем до 23 градусов тепла. В Омске столбик термометра поднимется днем до плюс 22. Ветер северный, 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.